День с толком Очень неожиданно. Вячеслав Франко избран мэром Барнаула. Что заставляет школьников принимать снюсы и чем закончился эксперимент нашей съемочной группы? Я начал понимать, чтобы курить больше. Все. Умнец. Банальности или предложение выйти замуж? Можно ли найти вторую половинку в интернете? Это был сюрприз без интриги. Новый мэр Барнаула Вячеслав Франк. До 14 февраля он исполнял обязанности главы города. Сегодня барнаульские депутаты отдали Франку большинство голосов, но перед этим выслушали пятиминутки кандидатов на пост. Некоторые использовали эти выступления как последний шанс высказать городу все, что думает. Без фарса не обошлось. Если мэр, то достойный. Избирателей главы города пикетчица напутствовала у ворот. Но что значит достойный, объяснить не смогла. Мне просто хочется человека такой, чтобы был хозяйственник. Скорее всего Франк, конечно. А вы о нем что-нибудь знаете? Вот он хозяйственник. Он какой? Ну, как бы сейчас посмотрела. Вот это время он замещает. Получается, вижу всякие вот медиоты у него. Работа хорошая. Конечно, частное мнение. С чем у Франка пока хорошо, так это с критикой за снег. Хотя, кого это зимой за него не ругали. Накануне Вячеслава Генриховича выразили партийную поддержку из Москвы. Сегодня пришло время барнаульских депутатов. Но перед этим нужно было прослушать пятиминутки кандидатов. Первый Сергей Шумов даже не пришел. Взял самоотвод. Александр Барсуков самоотверженно призывал к патриотизму. Последний завод, когда его прорушали вот здесь и построили, аппаратурно-механический, и построили на месте его варшан. Ну, я не знаю, как к этому относиться. Личная боль за трибуной, а после самоотвод. Артем Зеров сделал первую попытку выступления. Чтобы такие, как он, не уезжали в Москву, в Барнауле нужны места работы и развития. И добавил, не изберут в мэры, готов работать за идею. С чем никогда не смирился бы Андрей Крылов. Вместо программы он призывал депутата подуматься и голосовать лично, а не как велит партия. Кандидатуру свою он, конечно, снял. На контрасте крайне протокольным стало формальное выступление неназванного победителя. Сегодня у нашего города есть уникальные инструменты, для идти национальный проект. Именно на них я построил свои программы. Я смотрю на политиков, в том числе, которые выступали сегодня здесь. Мне подобной деятельностью заниматься неинтересно. То есть я человек достаточно серьезный, я оцелил, в принципе, только на созидание какое-то. Сбодрил зал лишь один заслуженный в силу возраста кандидат Василий Часовских. Комсомольское прошлое или природная харизма, но гарантировал взять в кулак весь город. Я город приму, если меня вы изберете, какой он есть, но через пять лет он будет другой. Будет строительство, будет все. И воровать не будут. Но ничего не изменится. Почти единогласно, без шести оппозиционных голосов депутаты избрали другого. Я не расстроился, но результат ожидаем. Те мои избиратели, которые были в лотереи, они остались. Не один. Ну и все-таки я считаю, чтобы в повестке была программа кандидата, а не частушки. Выборы там фрикет. А вот это что было? Как это разведет все мне теперь? Такие выборы в мэры стали приятным праздником для зрителей. Неожиданный фарс при известном с осени результате. Вячеслав Франк принял присягу и занял удобное положение в кресле Думы. Отвечать за город ему пять лет. С чего начнет, обещал рассказать в ближайшее время. Анастасия Дороган, Николай Шелко. День с толком. Участники программы обеспечения молодых семей доступным жильем сегодня провели несколько одиночных пикетов. Они рассвернули плакаты напротив краевого правительства. Требование уже традиционное – выдавать больше жилищных сертификатов. Их используют на частичное погашение ипотеки или покупку жилья. Акцию приурочили к выборам нового мэра города. Это актуально, потому что программа «Молодые семьи» субсидируется из трех уровней бюджета, в том числе муниципального. По данным Барнаульской администрации, в этом году сертификаты получили 120 семей. Но участники программы требуют повысить эту цифру минимум до 500 в год. Ведь в список включены свыше 6 тысяч очередников. Также участники пикета упомянули краевой и федеральный уровни финансирования, обратились за помощью к губернатору и вспомнили про послание президента. В послании говорится как раз о борьбе с бедностью, экономическом развитии страны, на сегодняшней помощи молодым семьям с детьми. На сегодняшний день наши участники остро нуждаются в дополнительной выплате, так как многие обременены ипотечными кредитами. И большую часть своей зарплаты мы отдаем на выплаты ипотеки. Хотя очень хочется развивать, вкладывать денежные средства в развитие своих детей. Переходим к другой теме. СНЮС до сих пор в свободном доступе. Только теперь не в табачных лавках, а в интернете. После вступления в силу краевого закона о запрете продажи несовершеннолетним, непризнанная трава перекочевала в мессенджера. А там непаханное поле для бизнесменов. Можно ли остановить эпидемию и что за новая смертельная мода сейчас набирает обороты, расскажет Валентина Аскерова. Расслабление, головокружение, рвота. 15-летний пациент краевого наркодиспансера на протяжении недели употреблял по 6 подушек с НЮСа. Впервые попробовал с друзьями и подсел. Стандартная схема среди подростков. Еще одна очередная жертва сосательного табака. Их в наркодиспансере уже несколько. Сегодня о баночке или в простонародье шайбе в 300 рублей знает любой школьник. Это не курительное вещество, соответственно, употреблять его можно незаметно для взрослых. Да и табаком здесь не пахнет. Зато химии в лошадиных дозах никотина хоть отбавляй. Если там в одной сигарете предусматривается один миллиграмм, грубо говоря, если обобщить, то в СНЮСе один пакетик в пять раз превышает дозу никотина. Маленькая доза угнетает состояние. Большая поражает центральную нервную систему, вызывает паралич, остановку дыхания. В конце прошлого года в реанимации из-за отравления СНЮСом в Алтайском крае оказалось трое детей. СНЮСовая лихорадка накрыла не только наш регион, но и все российские школы. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку ты, говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Земляничная, яблочная, тропическая. Маркетологи выдают опасный яд за безопасную конфету и травят детей. На вкуснятину всегда легче подсадить, говорят медики и приводят пример. Джентониками. Они же этиловый спирт, завуалирован, снабжен различными ароматическими добавками. Подсластителями. И даже дети на вкус пробуют, думают иногда на практике, когда мы сталкиваемся, что это лимонад, что это что-то такое вкусненькое, безопасное. В интернете СНЮС продвигают как альтернативу сигаретам. Один из видеоблогеров на 4-х миллионную аудиторию вещает о его пользе. В первую очередь это способ бросить курить, потому что курение, оно в любом случае вреднее, оно по легким. Я начал понимать, ну, чтобы курить, бросить, все. Получилось? Нет. Один раз попробовал и уже постоянный клиент. В конце января алтайские депутаты запретили продавать СНЮС несовершеннолетним. Соблюдают ли закон торговцы, мы решили проверить. У вас есть СНЮС? СНЮС. Нету? Слушай, нигде сейчас не надо. Ничего? Ну, вы сказали, что пока нету. А когда будет? Никогда. Ни для детей, ни для подростков, ни для взрослых СНЮС резко еще с прилавков. Пресечение оборота около 3000 единиц никотин, содержащей продукции, без документов. Такая продукция, она была потенциально опасна и представляла непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. Штрафы за такую продукцию до 600 тысяч рублей. Дабы не нарваться на такую сумму, бизнесмены почистили прилавки и отправились в социальные сети. В популярных мессенджерах купить шайбу может любой желающий. Причем в любых количествах и никто не спросит возраст. Вот у меня не спросили. Причем доставить дозу торговец готов в любую точку страны. Две девочки имя не говорили, только сказали, что употребляют. Специалисты Министерства образования за круглым столом, который организовал Общероссийский народный фронт, рассказали, как они работают с проблемными школьниками. В данном случае у нас есть модель выявления, региональная модель первичной профилактики девиантного деликвидного поведения, которая говорит о том, как поступать в школе и работать в данном случае. Там полностью пошагово прописано. Как вопрос без ответа. Больше ясности внесли медики. Не стоит разрешать своим 12-летним детям зависать на улицах до позднего вечера и следить за их окружением. На горизонте новая эпидемия. Мармеладки, зубочистки и яблочки, пропитанные убойной дозой никотина. Кстати, все эти вещества в интернете сейчас в свободном доступе. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком. Антиреклама, падение спроса, пестициды – все это беда алтайского пчеловодства. Сегодня представители медового бизнеса региона собрались в Барнауле. Цель – научиться решать проблемы отрасли сообща. Так можно ли говорить о кризисе в деле разведения пчел? Узнавал Андрей Дрейр. Такое собрание проходит впервые. Пчеловоды захотели создать новый союз, в который войдут только бизнесмены, работающие в полях. Такое объединение жизненно необходимо. Организаторы говорят прямо. Мы в кризисе. И дойдя до этой точки, точки кипения или невзврата, мы от нее толкнулись. Сейчас будем работать над тем, чтобы отрасль подымать. Упала закупочная цена. Она складывается из спроса, а он просел из-за снижения покупательской способности. Но еще один удар по спросу на мед нанесла антиреклама. Допустим, на некоторых центральных телевидениях идет пропаганда меда с отрицательным знаком. Ну, не будем скрывать, мало что она периодически выступает и говорит, что мед – это чуть ли не вредный продукт. После этого у пчеловодов сразу снижаются продажи меда. Еще одна проблема – подделка и полная незащищенность торгового знака. Парадокс – новосибирцы могут торговать под брендом «Алтайский мед», а Александр Медведев – пчеловод в четвертом поколении – не может. Хотя я являюсь пчеловодом, у меня пчелы находятся в Алтайском крае, у меня есть все документы абсолютно на мед, все анализы, паспорт пасеки и так далее. И, к сожалению, я не могу реализовать свой мед под брендом «Алтайский мед». Кроме того, бизнесу мешает дезинформация. После летнего мора пчел от пестицидов на рынок не попал отравленный мед. Ведь насекомые просто погибли. А чтобы не погибнуть самим, бизнесмены и создали на этой встрече новый союз алтайских пчеловодов, который будет защищать интересы именно пчеловодов, а не переработчиков. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Тысячи людей пытаются найти свою половинку через соцсети или сайты знакомств. Сейчас это, наверное, наиболее популярный способ начать отношения или хотя бы просто общение с противоположным полом. Соцсети почти заменили реальные знакомства. Но реально ли на самом деле найти в интернете родственную душу, выясняла Полина Жданова. С потенциальной половинкой давно уже не принято знакомиться в библиотеке, кафе или парке. Для этого есть соцсети, сайты и мобильные приложения. Другой вопрос, реально ли найти того самого на онлайн-платформах. Я решила провести социальный эксперимент и зарегистрировалась в приложении по знакомствам как парень Виктор. А своего молодого человека я попросила стать Софией. Нашей задачей было посмотреть на знакомство с точки зрения другого пола, а также понять, можно ли вообще в приложении найти людей с серьезными намерениями. Мы знакомились в приложении неделю. Что из этого извлекли, расскажем позже, пока мы переносимся в поселок Новые Зори. Там живет семья Новиковых. Евгений и Александр познакомились в сети и живут душа в душу уже пять лет. Соседка мне тут посоветовала, чтобы маленько разогнать депрессию, найти хотя бы какие-то, чтобы был человек, которым можно было общаться по переписке хотя бы. Ну вот переписывались и дошло, до ЗАГСа дошли. У супругов трое детей от первых браков и большое совместное хозяйство. Новиковы считают, что главное найти родственную душу, которой можно доверять. С этим согласны и психологи. Вот только решили познакомиться через социальную сеть, задаете вопрос, с какой целью, что я вообще хочу и каков он мой избранник, какими он обладает качествами, чем он занимается. Ну вот примерный портрет. Правила предосторожности на сайтах знакомств, не раскрывать личную информацию, контакты, адреса всем подряд. Встречу лучше планировать в общественных местах и сообщать близким, куда и с кем вы пошли. Лучше не садиться в машину незнакомцу, не стоит бояться прервать свидание и уйти. В целом, говорит семейный психолог, знакомство в интернете ничем не отличается от обычного. Правда, прежде чем найти нужного человека, придется отсеять много неподходящих. Вернемся к нашему эксперименту. Ну что, Софья, как твои впечатления? Удалось ли найти того самого? Вряд ли это вообще, как мне кажется, возможно для данного приложения, потому что пишут много, все довольно черно, пошло или напротив излишне завуалировано. Когда я была Виктором, я поняла, что девочки очень требовательные, они больше настроены на серьезные все-таки отношения. Но в целом, вот людям возрасту от 20 до 30 лет, в принципе, как я считаю, в сети найти свою пару достаточно сложно, потому что выбор очень большой и далеко не все при этом готовы строить действительно что-то значимое и серьезное. Но неизменным остается одно – люди находят друг друга, когда у них есть общие интересы, цели и планы. И не важно, где они познакомились – в парке или на сайте знакомств. Ну и, конечно же, очень важны чувства. Куда же без них? Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар» – подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»